здравствуйте уважаемые товарищи друзья и друзья сегодня хочу записать отдельное видео есть несколько причин для того чтобы записать это видео на одной из них одна из причин почему хочу это сделать это чуть подробнее рассказать о себе и о своей работе наверное вы понимаете по уровню вернее по разбросу тем которые я показываю своем youtube канале я не только химик вот я также преподаю математику и конечно не только просто не только школьную математику сейчас начнется самореклама но это честная самореклама поверьте я очень неплохо знаю математику потому что учился в матклассе главное учился я в советском союзе а это значит что у меня преподаватели были очень крутые поверьте мне мои преподаватели меня гоняли всех нас я имею ввиду гоняли и посты гриво чтобы мы научились думать не просто решать отдумать также я преподаю естественной химии потому что моя специализация это физическая химия это конечно не только школьная химия я об этом еще поговорю насчет химии вот это и физика потому что знать химию не знаю физики и математики это просто невозможно хотя вот возвращаясь до этой теме тот на меня недавно относительно давно рули целую тонну какашек когда я посмотрел на уровень заданий по математике ташкентских вузах и когда там не было ни одного вопроса ни по тригонометрии не по показательной функции не по началам анализа не производной ни интегралов ничего абсолютно и максимум что там был эта пропорция ну я сказал какие-то специалисты на что мне сказали иди задницу не нравится собираем анатки и вали как говорится в свою выполнили куда вот в общем далее советы без которых как бы и жизнь пустая вот и причем заговорили не только абитуриенты но и их преподаватели мои коллеги но то есть понятно какого и у них уровень знания в принципе как у них уровень знаний я знаю вот просто когда глаза колбит правда глаза колбит тогда конечно просыпается ненависть ну ладно этой проблемы вот я также преподаю английский я вообще преподаю с 1 1999 года ночью я это дело в ташкенте как вы понимаете вот и тогда впервые я сказал извините я не преподаваю я инструктор и с тех пор мои ученики соответствующие ученики моих учеников стали говорить i'm not a teacher i'm an instructor ну это всегда вызывало мне улыбку но я не ничего не говорю в общем люди не совсем понимают что такое быть учитель чтобы быть инструктором разницу не принимает на самом деле быть учителем это очень круто даже как и круто будет с инструктором просто у них немного разные значит направление работы вот если кому-то интересно я потом расскажу в чем разница на самом деле так вот значит конечно у меня были педагогические ошибки и благодаря им я понял что можно и нужно делать а чего делать нельзя и если вы наблюдали за допустим татьяна это одна из моих студенток который учит у меня английском языком вот вот она заканчивает сейчас уровень элементарии почему заканчивать потому что она должна до конца сдать экзамен экзамен она пока еще не сдала до конца она вот буквально недавно на днях сдала мне ризинг вот и хочу остановиться чуть подробнее на ризинге значит есть два дело в том что мои коллеги так называемые коллеги которые преподают английский в частности и в ташкенте боже мой господа когда вы преподаете английский любой другой язык вы должны понимать что если вы не заставляете не даете для домашнего чтения отрывки из художественных произведений внимание художественных не из айлс как вы любите а из художественного произведения какого-либо вот то тогда бэкграунд да то есть кругозор ваших учеников будет еще уже чем ваш ваш то прости господи не очень говорю прямо и можете на меня снова кучу говна выливать это ваше дело но это правда ваш то не очень а их то и подавно будет еще уже вы всегда должны выговорить ребята вот вам задание такие то вот вам задание и на чтение тоже то есть у вас должны быть интегрированные миниатюрные уроки литературы во время вашего из ваших уроков изучения языка я всегда придерживаюсь этого правила потому что я понял на базе собственного опыта преподавания английского чтобы за этого никуда и по памяти я вот собрал то что значит что читала татьяна во время своего обучения у меня вашему вниманию хочу предложить вот этот список чтобы увидели что прочитала она это примерный список а только что я помню вот посмотрите значит начали мы с самого простого это тейлсон джинсов это написал значит вот рассказы маленькие это очень короткие рассказы с предметивным языком но это был первый-второй урок уровня элементарий начали с этого после прочтения просил человека очень кратко рассказать суть этого рассказа и вот тут всегда появляется первое и самое главное очень важная я бы сказал страшная проблема большинства современных учащихся они по ним они читают они даже понимают что прочитали но когда их просят просят пересказать что они прошли вот тогда начинается всякое например они начинают добавить мне детали кто сколько распукнул то сколько секунд посмотрел друг на друга и так далее очевидно самые важные детали у них как-то ретушируются ворохом вот этих вот ненужных деталей и это говорит только о том что критическое мышление у человека не очень хорошо развита не может вычленить самого главного это означает только одно что во первых человек мало читает еще это означает что на уроках родной литература преподаватели их не учили вычленить самое главное и то есть выдавать передавать основную идею содержание то есть с узла берешь да вот пересказ вот это делать люди не умеют практически соответственно возникает вопрос а как они собираются давать это айлс запомните уважаемые товарищи а главное к сожалению их родители вот вы отдаете на своих детей на курсы английского языка да не буду говорить за всех но те которые я знаю их знаю я многих кто допустим в ташкенте преподает и в москве тоже а в ташкенте так это многие из них у меня когда-то учились или все у кого они учились учились у меня и так далее но послушайте работа препода это ваш огромный труд и главное что это дирижер препод это дирижер он должен четко следить за каждым студентом учеником а где у него прогресс так где не очень и вот там где не очень там надавливать более того человек который называет себя инструкция да ты чур он должен понимать как дальше идти что дать что убавить где прибавить и так далее каких объемах давать какое задание но самое страшное что нигде на курса практически не дается чтение максимум что дается это аналитическое чтение что такое аналитическое чтение есть еще одна из этих чтений-то художественное чтение не или художественная литература это как я уже сказал отрывки лиц Amen совета произведений на художественная художественная литературы допустим А, допустим, аналитическое чтение — это, я бы сказал, такое информативное чтение. Там, где очень много каких-то данных, возможно, даже интересных данных, это всегда околонаучная или, как называется, так называемая научпоп-литература. Вот, и там, значит, какие-то данные даются. Это ближе к TOEFL или к IELTS чтению. Однако, чтобы понять такой вид чтения, нужно сначала себя потренировать в художественном чтении. Чтобы подготовить себя к спикингу, нужно прочитать художественную литературу какую-то и потом на основании прочтения сделать обсуждение. Это то, что делается на уроках литературы в школе, в средней школе. Не знаю, как в России, в современных школах Узбекистана это практически не делается, потому что нет контроля, никто ничего не читает. Ну и, в общем, очевидны и другие проблемы. Вот, как говорится, кто понимает, тот понимает. Так вот, значит, без чтения художественной литературы прогресс в полном смысле этого слова невозможен. Потом мы перешли на сказки Гримма. Вот, сидя к сказке. Потом мы перешли на уже чуть-чуть более серьезный уровень чтения. Вот, в редакции Салаговой эти рассказы очень интересные. Там раскрываются человеческие моменты, психологические, когда человек борется со своими некоторыми слабостями. В некоторых показано взаимодействие людей друг с другом на психологическом уровне. Например, вот в рассказе The New Sister рассказывается о том, как послевоенном тогда еще Ленинграде, сейчас это Питер, вы все знаете или должны знать, какой ужас пережили, какой блокаду пережили жители Ленинграда. И вот показывают, значит, счастливую маму с дочкой, которые идут, и рядом проходят дети, которые из детского дома. У них нет родителей. Вот. И одна девочка очень сильно приглянула его с этой маме, и она спрашивала эту дочку, хочешь, чтобы у тебя была новая сестра? А та сказала нет. Причем сказала это в такой интересной форме. Вот. И мама очень сильно расстроилась. Она расстроилась не этому, а потому, что дочка-то ее настоящая оказалась не совсем, скажем, такой добросередичной. И так далее. Вот. То есть уже на этом уровне, на уровне элементарии, читаются такие произведения, когда вы должны на английском языке понять уже более тонкие моменты. Не то, сколько раз и сколько чашек там или косушек плова скушал, а вот такие моменты, уже более тонкие. Потом. Уже начинается первый подход к аналистическому чтению. Посмотрите. Вот. The icebreakers of Canada and who discovered Australia. Как вы понимаете, здесь никаких психологических моментов нету. Здесь информативные такие тексты. То есть это уже первый щуп на аналистическое чтение. Потом. Тут короткие есть рассказы по редакции Роговой. И здесь идут разные тексты, в том числе и такие, знаете, ну, скажем так, душесчипательные. Есть смешные. Есть и смешные. Потом, вот, вы видите, вот Кейт Робертсон. Вот эта вот серия, вот эта серия, которую я вам показываю сейчас, я это выделил. До, значит, от Кейт Робертсона, до Мэри Вайдборд и еще от Кеннету Ирабба. Вот это все очень интересные рассказы. Они немного адаптированы, конечно, но не настолько. То есть здесь очень богатый вокабуляр раскрывается. Вот. И здесь и психологические моменты раскрываются. И главное, что после каждого рассказа, как это принято было в Советском Союзе, и я считаю, это правильная вещь, даны вопросы. Не просто пересказать, это уже пройденный этап. А именно, выдать свою идею. Почему так или а не иначе поступил тот или иной герой этого рассказа. Вот. И нужно давать какую-то свою нетривиальную позицию. Потому что, как говорится, это хорошо, а это плохо, это уже пройденный этап. Нужно говорить не только, почему это хорошо и насколько это хорошо, или почему это плохо и насколько это плохо. А почему так? И что бы вы сделали в этой ситуации? Я подсчитал, что примерно около 4000 слов, примерно 4000 слов набегает при изучении элементария у меня. Примерно 4000 слов. А это почему? Это не так уж и мало, поверьте мне. А за счет чтения. За счет чтения. Потом даже удалось мне впихнуть в программу, это вот из Турции книжечки, две. Вот Антон Чехов. Турки очень удачно адаптировали его три рассказа. Один из которых «Душечка», я помню, он как-то очень сильно разозлил Татьяну этот рассказик «Душечка». Вот. И она читала это уже, скажем так, практически в оригинале. Это здорово. Учаясь на уровне элементария, читая Чехова на английском языке. Мне кажется, это придает очень серьезный психологический символ для учащихся. Учащихся, которые понимают, что они уже хоть и на уровне элементария, а уже читают такие серьезные… Потому что Чехов – это всемирно известный автор, да, и это серьезная литература читается. И они уже читают на английском языке. Это очень серьезно и здорово. Вот. Так, и вот даже затронули, насколько я помню, Даниэль Дефо, Робинзон Круза. То есть вот такую литературу, примерно такой объем читала Татьяна. И после каждого прочитанного отрывка было обсуждение, была работа со словарем «Это дома». Вот. И пересказа практически я не просил, потому что, опять-таки, пересказ – это примитив считается. Пересказ можно просить поначалу, а вот потом уже нужно спрашивать более такие тонкие вопросы. Вот так вот это по поводу художественного чтения. Аналитическое чтение я Татьяне давал, хотя она там вот после экзамена чуть-чуть возникала, говорила, что вот, это так нелегко, вот. И как бы давала нам понять, что можно было бы давать и побольше. Ну, во-первых, времени на это нет. Но, на самом деле, она его дело просто подзабыла. Она решала тесты для поступающих в вузы. Представляете, сейчас на уровне элементария она решала тесты для поступающих в вузы Узбекистана, где есть маленькие тексты. Тексты не такие уж и простые, хорошие, добротные тексты. И тесты сами по себе очень неплохие. И она их решала. Честно говоря, не помню, какой она там балл выбивала, но не самый низкий. Поверьте, не самый низкий. Чему я говорю? Чтение художественной литературы – это основа, это foundation любого другого вида чтения. Если человек не привык читать художественную литературу, язык у него или у него становится бедным. И это сразу слышно. Был у меня тут недавно один товарищ. Ох, конечно, не буду называть его имя, это не так важно. Но самое интересное, видно, что язык бедный. Я про его родной язык. У него такой, знаете, суржик узбекского и русского. Он учится в русской школе, но всегда говорит на узбекском, и поэтому это как-то очень сильно и не очень благоприятно влияет на его манеру изложения мыслей. Потому что ни на том, ни на другом он полноценно не говорит. Я потому что с ним общался на обоих языках. Но дело даже не в этом. А в том, что когда я спросил, читает ли он литературу русскую, он сказал, да, читаю. Я говорю, ну вы же обманываете, я сказал. Не слышно, что вы читали. Он говорит, ну почему? Я читаю всякие статьи, я читаю всякие объявления, я читаю всякие книжки по продвижению бизнеса. То есть, понимаете, человек даже не понимает, что это совершенно другая литература. Это совершенно, скажем так, попсовая, пустая литература. На что я сказал, что лучше бы он читал художественную литературу, причем неважно на каком языке, на русском, на узбекском, на китайском, на марсианском. Ну, не попало, мои слова не попали к нему в душу и в мозг, к сожалению. К его, к сожалению, не к моему. Так, ну а теперь сам экзамен по ризингу. Продвогаю вашему вниманию этот экзамен. Прежде чем вы к нему перейдете, я рекомендую... Я, правда, технически не совсем понимаю, как это сделать. Я сейчас вам буду медленно продвигать скроллинг, сделать, да, прокручиваясь вниз. Поэтому вы нажимаете на паузу и делаете эти тесты. Значит, у Татьяны получилось, насколько я помню, 84 или 85%. Она на помощь и на апелляцию подала. Там не согласна с тремя вопросами. Вот, возможно, что и у нее будет больше. Да, кстати, вот потому, если кому интересно, по грамматике, по аналитике, она получила 66 или 67%. Я помню. По прослушке она получила 77% или 74, сейчас не помню. Вот, а вот по резингу она получила 84, да? Вот. И впереди у нее остался Schreibikus, то есть Writing. И остался еще Sprechenze Deutsch. Это самый сложный экзамен. Но она будет первая, кто будет давать так называемый комбинированный экзамен, где она пишет микроэссе, и тут же после проверки она начинает со мной общаться по этой теме. Потом снова она пишет другое микроэссе и тут же начинает общаться по этой теме. Я ей задаю вопросы, и она на них отвечает. Это другой тип. Это совмещенный Writing and Speaking. И я считаю, что это намного интереснее. Но переходим, как говорится, к нашим баранам. А бараны наши, это наши тексты. Всего там около 50 вопросов, насколько я помню. Посмотрите, пожалуйста. Вот у нас пошел первый текст. Первый текст – это Чарли Чаплин. Вот его начало. Можно здесь сделать паузу. Прочесть. Вот продолжение. Последний параграф и вопросы. Вопросы true, false, not given. Это аналитическое чтение. Также тоже можно паузу нажать. Итак, как видите, после первого текста у нас есть 8 вопросов. Второй текст. Two young musicians. Сам текст. Три параграфа. Текст не очень большой. Ставьте паузу, читайте. Вопросы после него. Обратите внимание, как пишет своего practice в британском стандарте. Через S в конце. С. Так, вот шестой вопрос. Потом переходим вот к этому тексту. The best place to live. Извините. The best place in the world to live. Переходим. Это продолжение. И первые три вопроса. Считается, Jacket. И это последние вопросы. Так, переходим к следующему тексту. То есть вы ставите паузу. Как сделали. Так, это следующие. Places and languages. Очень интересный текст на самом деле. Продолжение. 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 Вот, вайлз, я всегда говорю студентам. То, что вы знаете, это одно. А то, что в тексте написано, это совершенно другое. И приоритет всегда за той информацией. Не ту, которую вы точно знаете. А та, которая написана в тексте. Я по поводу первого вопроса. Будьте осторожны. Всегда будьте осторожны. Там, где появляется not given, всегда будьте осторожны. И маленький такой лайфхак. Для тех, кто сдает IELTS. Запомните, что если вы очень сильно терзаетесь мозгами, какой выбрать? True, false или not given? Прямо никак не получается. Значит, скорее всего, not given. Не всегда, конечно. Это не стопроцентно. Но, скорее всего, not given. Значит, что-то тут не то. Если у вас действительно сильные-сильные сомнения. Так, вот, пятый, шестой. Так, плюс. Так, переходим к следующему тексту. The fame hotel. Кстати, никогда не говорится hotel. Ургу, то есть ударение, делается на tell. The fame hotel. И, господа преподаватели, нету слова examinator, нету слова examiner. Вспомнились некоторые мои знакомые. Ну ладно, читаем. Так, поехали дальше. Первые два вопроса. Следующие вопросы. Следующие вопросы. Переходим к тексту. The seed vault. The seed vault. Ну, примерно я вам подскажу. The seed vault – это зернохранилище. То есть специальное помещение, где содержит зерно. Содержит зерно. Первые три параграфа. Напоминаю, пользоваться словарями нельзя. Интернетом и подавно нельзя пользоваться. Вам могут встретиться незнакомые слова, либо угадывать из концепта, либо, как говорится, бисмиладиб, Богу помоляясь, выбирайте правильный ответ. Это экзамен. Продолжение. И первые два вопроса. Напоминаю, нажимайте паузу и работайте с тем, что вы видите на экране. Следующие вопросы. Так, вопрос номер семь. Последний для этого текста. Следующий вопрос. Это про американского президента Абрехэм Линкольн. Сам по себе текст не тяжело. Это краткая биография этого человека. Такой стандартный биографический текст. И вопросы. Первые четыре вопроса. Пятый вопрос. Пятый вопрос. Пожалуйста. И вот. Дальше. Итак, это экзамен По времени, по таймингу Вы должны успеть сделать Все эти вопросы За 85 минут Максимум за 90 Максимум Ответы можете присылать В комментариях Я вам буду Говорить, насколько вы правы Насколько вы не правы В ваших ответах Писать мне в Telegram не надо А в комментах Пишите И еще пару слов По поводу Ядресу эти слова тем, кто идет на курсы Будьте очень осторожны И проще говоря, не будьте лоханей Одна из причин, почему я перестал Работать на курсах Это конфликты мои С работодателями Которые, когда смотрят на Вновь прививших учеников Они видят не людей Они видят не личности Они видят Мешочки с деньгами И поэтому всеми правдами и неправдами Они берут этих людей Несмотря на то, что Например, на IELTS Человек не умеет говорить по-английски нормально Запомните На IELTS и на TOEFL Идут те, кто уже В принципе свободно Изъясняется по-английски Тут ключевое слово Свободно Вот У кого Хорошие Спикинговые скилсы Райтинговые скилсы Кто умеет спокойно говорить по-английски На протяжении любые темы Пусть не глубоко, но спокойно То есть, если я, допустим, спрошу Человека Считает ли он Что Возможно ли Чтобы человек жил В другой галактике Человек должен сказать Да, почему Или нет, почему Я так условно говорю, конечно То есть Вопросы на уровне Тебе нравится Книжки читать? Да, нравится Какие книжки Стараются читать? Сразу Detective Stories Музыка нравится? Конечно, нравится Какую? Классическую Но видно же Что человек Даже ни разу На концерте Классической музыки Не присутствовал Даже не знает Не отличается Чем отличается Моцарт Там Я не знаю От Ривальди К примеру И что из них Что написал Кто из них что написал Вот Вы думаете, что Экзаменаторы Тупые товарищи Ну, конечно, нет Это высокообразованные люди Но Вас принимают На курсы АИОС Зная, что вы Не готовы вообще Но это все равно Что человек Который только что Закончил Допустим Пятый класс Пойдет поступать В университет На матфак Ну, вот Серьезно Примерно Такая ситуация Не будьте Лохами Начните Посмотрите на себя Критические И спросите Вот Слышишь, Барбалоев Ты реально умеешь Говорить по-английски Или нет? Ты реально умеешь Писать хотя бы Майкроэссе Небольшие эссе Даже не средние А просто Майкроэссе Если нет Если ваша совесть Она обычно Это Как говорится Да Это Это Божий голос Скажет вам Да нет И что Пока еще нет Но тогда не надо Туда идти И что Как бы вам не хотелось Потому что Сколько раз У меня такое бывает Звонит Вы знаете Я через два месяца Сдаю IELTS Или там У меня остался Только месяц Давайте Возьмите меня Пожалуйста Я вот Слышу про вас То все Вы поймите Но это уже Очень странно звучит Даже мне Чтобы сейчас Заново сдать IELTS Мне нужно Где-то Месяца два С моим английским С моим опытом Преподолжение Чтобы вот Прийти в форму Но неужели Вы думаете Что ваша форма Лучше чем моя Ну я в этом Сомневаюсь Конечно Я не к тому Что я самый великий Даже завеликий Ну нет Конечно Но Факты Как говорят евреи Это вещь упрямая Поэтому Не будьте Неумными И не делайте Других Хитрых людей Богатыми За свой счет Не надо На курсах Только На первом месте Только одно Ваши деньги Не знание Не честь и достоинство Чаще всего А только Ваше бабло Поэтому Это намного Это намного Более Челленджинг Чем Айлс Или Тойфел Поверьте мне Потому что Айлс Это все Однобокое И одинаково Та же Как и Тойфел А вот General English Это очень Разностороннее Ну по крайней мере Это так Как я это вижу Поэтому Включите свой рацион Обязательно Чтение Художественная Литература Если ваш Преподаватель По какой-то причине General English Преподаватель Да По какой-то причине Не дает вам Задание По лизингу Вас это Должно Насторожить Если ваш Преподаватель Выходит На курсы Английского языка И этот Преподаватель Не ставит вас В парную работу То есть Работа Со своим Коллегой По группе Это очень Странно Значит Человек Не владеет Техникой Преподавания Вы поймите Людей Знающих Английский Достаточно А людей Знающих Английский И умеющих Преподавать Его Катастрофически Мало И тут Нужно Обладеть Техникой Преподавания Именно Техникой Я даже Не про Знаете Я не про Рязанско Кашкадаринский Акцент Дело Даже Не знаю Как говорится Я поездил По разным Странам Видел Многих Коллег С Не очень Хорошим Произношением Но Круто Говорящими И главное Умеющими Преподавать Самое главное Это Не только Знать Тут два Компонента Важны Знать И уметь Преподавать То, что Ты знаешь Так вот Вы платите Бабло Ваши родители Платят Бабло Поэтому Вы имеете Право Выбирать Дальше Очень странно Если ваш Преподаватель Не проверяет Вашу Домашнюю Работу Во-первых Борлигин Текстур Не проверяет Если вообще Ваша Домашняя Преподаватель Дальше 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 Ребята Человек То есть Спекинги Райзер Надо сдавать Надеюсь Вам Будет Это интересно Послушать Посмотреть Как она Это делает Ребята Продолжение следует Решить